Ограничения снимают, границы открывают, но говорить о нормализации ситуации в туристическом секторе пока не приходится. Несмотря на то, что на наших улицах появляются робкие туристы, туристическому бизнесу приходится сейчас зализывать раны, нанесенные чрезвычайным положением. Полный ноль у нас в туристической сфере сейчас. В моей фирме можно сказать то же самое. Три месяца никакой работы и никакой возможности работать нет. Много говорилось о дотациях к туристическому сектору, но на деле это оказалось очень непросто. Условия ходатайства написаны таким образом, что если в фирме работает меньше трех человек, то в принципе невозможно набрать налогов на 10 тысяч. Еще есть вариант получить пособие на развитие после кризиса от ЕАЭС. Правда и там свои сложности. Выделенная сумма закончилась в первый же день, когда открыли регистрацию и закончилась она до обеда. Ну представляете, да? Но Татьяне удалось получить дотацию на один из видов своей деятельности. Но так как у нас есть еще и недоходное предприятие, которое занимается лагерями и школьными экскурсиями, и здесь тоже есть падение оборотов, вот сюда удалось получить. То есть мы получили и на зарплату, и мы получили небольшое пособие из-за падения рынка. Разные страны постепенно открывают свои границы, но поток туристов еще довольно маленький. Пока особо ничего не меняется. Границы с нашими соседями латышами, литовцами открыты. Это тоже не основные наши клиенты. Как правило, они часто сами гуляют. Но на этих выходных у меня уже была одна экскурсия. Как раз девочки из Литвы позвонили, заказали. Я была вообще просто удивлена. Даже шокирована, если честно. Не ожидала. Вот это случилось. Такой хороший звоночек. На полупустых улицах старого города уже появляются так называемые дежурные гиды. В большинстве случаев это представители турфирм, и у них стабильные расценки. В Таллине работают достаточно много гидов, кто работает индивидуально. Есть групповые туристические фирмы, которые занимаются организацией экскурсии. В некоторые места простому туристу без гида попасть довольно проблематично. Например, в ратушу. Гид может устроить заход сюда, экскурсию сюда, показать, что здесь такого, например, особенного. Или, как еще вариант, церковь Святого Духа. Здесь же, через ратушную площадь, туда можно, например, с гидом попасть к Аргану, даже на нем поиграть. Обыкновенный турист, даже если он в церковь зайдет, он этого сделать не сможет. Пока есть сложности с поездкой за границу, постепенно возрастает интерес к внутреннему туризму. Но сможет ли он поддерживать жизнеспособность местных туристических фирм, пока не очень понятно. Артур Тюленев, Юрий Жильцов. Специально для этого Плюс.